Церемонию награждения вариатов Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала «Разведчик» провели в здании президиума Российской Академии Наук. Выступая перед собравшимися, Сергей Нарышкин поздравил финалистов. Вы, наши уважаемые молодые коллеги, приняли участие в таком серьезном интеллектуальном состязании, представили на конкурс очень качественные работы, продемонстрировали при этом и довольно такие солидные исследовательские навыки и умения. В нынешних реалиях возрастает потребность специалистов, способных прогнозировать развитие ситуации в любой точке земного шара, прогнозировать, основываясь на твердом знании истории, геополитики, международного права и международных отношений. Кроме того, председатель Российского исторического общества отметил, что позиция Москвы, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит сегодня отклик в большинстве государств. Твердая позиция Российской Федерации, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит позитивный отклик в большинстве стран глобального юга, которые просто устали от агрессивной и лицемерной гегемонии группы тоталитарно-либеральных режимов Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. И при этом сами страны глобального юга открыты к равноправному и взаимно выгодному сотрудничеству. В конкурсе приняли участие более 70 студенческих объединений из 30 регионов России. Лауреатами стали 17 коллективов, подготовивших лучшие работы в области исследования региональных конфликтов и вопросов глобальной безопасности, проблем международных отношений и стратегического прогнозирования, а также по актуальным проблемам мировой экономики и тенденций технологического развития. Одной из таких задач для Академии наук, это, конечно, подготовка кадров, воспитание молодежи. И я очень рад, что здесь присутствует наше подрастающее поколение, на которое в свое время будет возложена ответственность за нашу страну, за нашу государственность. И им предстоит также отвечать на те вызовы, которые на протяжении нашей истории стоят перед нашей страной, перед нашим народом. Конкурс был учрежден в конце 2022 года Российским историческим обществом, Фондом истории Отечества, Министерством науки и высшего образования и Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Примакова при участии журнала «Разведчик». Основными целями конкурса является популяризация научно-исследовательской деятельности в российских вузах, продвижение объективной аналитики и публицистики, а также поддержка патриотично настроенной молодежи. Стремление посвятить свою жизнь науке и, наверное, разведке – это особый жизненный выбор, доступный не каждому, и продиктованный стремлением приносить пользу Родине. Вообще, вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность – это один из важнейших государственных приоритетов. В конце мероприятия Сергей Нарышкин объявил тему конкурса на 2024 год, а также выступил с предложением проводить его ежегодно. Мне представляется, что молодых людей, студентов, которые хотели бы получить вот такую площадку для интеллектуального состязания, гораздо больше, чем то количество участников, которое имело место быть в этом году. И в этой связи я предлагаю сделать этот конкурс, во-первых, ежегодным, и, во-вторых, объявить второй конкурс в следующем году. В качестве темы конкурса можно было бы поставить такую, как взаимодействие цивилизаций в эпоху многополярного мироустройства. Работы, занявшие первые места в своих номинациях, будут опубликованы в ближайших номерах журнала «Разведчик». Служба информации фонда «История Отечества».